у нас в чуропче есть изолятор молнии и когда идет энергия молнии по поверхности земли в темноте все растения светятся и тогда люди увидели двух женщин но они сказали что это женщины но я думаю что эти свечащиеся женщины были вовсе не женщины а смотрите хвост хвост у коней она становится при тогда когда энергия распространяется она становится вот такой да как платье становится как платье и если все она светится вот как платье да а вот волосы у них тоже вот так стает и дыбом и светится то сдалека возможно они выглядят как женщины вот светящиеся женщины да ну образ такой женщины появляются вот потому что энергия вылетает от всех их растений и их иголок вот вылетает энергия и и при этом создает свечение вот вот лошади дикие якутские лошади они не боятся людей вот вот они имеют копыта смотрите копыта вот благодаря этой копыте они не умирают когда энергия молнии входит с одной ноги и выходит с другой вот то есть такого не происходит за счет того что у них есть копыта а под землей есть древесные угли вот эти древесные угли они замыкаются создают много водородов да вот и сопротивление не дает увеличится до такой степени чтобы энергия молнии могла входить с одной ноги и выходить с другой потому что там есть древесные угли то есть есть сопротивление которое уменьшает напряженность напряженность между ног лошади но все равно даже это напряжение может убить лошади поэтому она имеет копыта а у человека ноги не такие вот широкие до чтобы человек мог умер чтобы человек не умер у человека ноги ну как так сказать маленькие до ширина ног чтобы энергия которая распространяется не убила человека вот лошади получает от травы много водорода поэтому им не обязательно принимать водород через ноги а вот человек через ноги может принимать водород спасибо за внимание